Это подкаст. Катя Филиппович, привет. ФСБ заявило о задержании в Дагестане четверых подозреваемых в подготовке терактов. Как уточнил глава республики Сергей Меликов, предполагаемых боевиков выявили, в том числе, в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Задержанных на кадрах оперативной съемки не показали, их имена неизвестны. Задержания прошли 31 марта. До этого в Махачкале и Каспийске вводили режим контртеррористической операции. Как утверждают спецслужбы, у подозреваемых нашли оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Согласно официальным данным, пострадавших среди гражданских нет, их якобы заранее эвакуировали. Как минимум одну квартиру в Каспийске силовики брали штурмом. Имена задержанных спецслужбы не назвали. РИА Новости со ссылкой на источник заявила, что один из них – житель Дагестана, еще двое – уроженцы Центральной Азии. На опубликованных Национальным антитеррористическим комитетом в кадрах оперативной съемки во время обыска на столе видны два документа, внешне похожие на паспорта Таджикистана. Изначально антитеррористический комитет заявил о трех задержанных, однако позднее ФСБ опубликовало свою версию произошедшего. Задержаны не трое, а четверо участников террористической ячейки. Все они – иностранцы, которые, цитата, «непосредственно участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора, исполнителей нападения на Крокус Сити-Холл». Газета «Коммерсант» уточнила все четверо граждане Таджикистана. Расхождение с данными антитеррористического комитета и государственных СМИ о числе подозреваемых ФСБ не комментировало. Известно, что двоих граждан Таджикистана арестовал советский районный суд в Махачкале. Их имена не указываются, сообщается лишь, что один из них 2000-го, а другой 2003-го года рождения. Также нет информации о мере пресечения для еще двоих задержанных. Вот что об этом говорит член Совета Центра защиты прав человека «Мемориал» Александр Черкасов. «Чтобы понять, кто такие задержанные, связаны ли они вообще с исламистскими движениями, а если так, то связаны ли они с терактом в Крокус Сити, для этого у нас совершенно недостаточная информация. Зато мы достоверно знаем, что Федеральная служба безопасности очень любит отчитываться. На иду всяких терактов отчитывалось о вскрытии в самых разных регионах России ячеек ИГИЛ, как правило, это были совершенно стереотипные сюжеты. Похоже, что это была группа, организованная провокаторами через социальные сети, которыми потом и отчитывались. Замечу в скобках, что точно так же работали с радикальными группами националистов или леваков. Другое дело, что после теракта, уже не до создания каких-то фантомных новых групп, здесь отчетность требуется другая. Мы не смогли ничего предотвратить, но мы все расследовали. Но этому тоже не больше веры. Собственные на месте, скажем, Следственного комитета, прокуратуры и так далее, я бы не слишком доверял скороспелым отчетам силовиков из земли, потому что человек, свежепойманный рыцарями плаща и кинжала, готов признаться в чем угодно. Методы известны. При нападении на подмосковный Крокус Сити-Холл погибли 144 человека. Как утверждают следственные органы, по этому делу арестованы четверо исполнителей теракта и шестеро их соучастников. Большинство из них – граждане Таджикистана. Предполагаемые исполнители с высокой долей вероятности столкнулись с пытками при задержании и на допросах. После теракта власти южных и кавказских регионов заявляли об усилении антитеррористических мер. Они вылились в показательные отказы от массовых мероприятий, извинения за комментарии и рейды в отношении трудовых мигрантов. «Все это – простой способ для властей получить одобрение своих действий», отмечал руководитель украинской экспертной группы «Сова» Михаил Савва. Избиения и пытки людей, которых задержали после терактов в Крокус-Сити, стали спусковым крючком для российских так называемых силовиков. Российскому обществу дан очередной сигнал. Никто не находится в безопасности, никто не защищен законом. Силовики могут делать все, что захотят по отношению к любому человеку на территории России. И с паспортом РФ, и мигранту из другой страны. Это страшная ситуация, которая, к сожалению, будет развиваться и порождать новых жертв. В отделении полиции умер задержанный после теракта в подмосковном Крокус-Сити-Холле выходец из Чечни Асхаб Успанов. По неподтвержденной информации, он скончался после пыток. Смерть Успанова в день теракта редакция «Кавказ-Реалии» подтвердила в системе «Спарк». После задержания Успанов позвонил своей жене и сказал, что у них на него ничего нет. Об этом изданию агентства рассказала его мать Таиса. Однако позднее он позвонил еще раз, уточнил, что нагрубил силовикам и попросил жену приехать в отделение. Когда его супруга прибыла в полицию, ей сообщили, что Асхаб Успанов скончался. Его мать уверена, что сын не мог быть причастен к нападению на концертный зал. По информации чеченского оппозиционного телеграм-канала АДЭТ, Успанова задержали в ночь после теракта в Крокус-Сити-Холле. Канал опубликовал видео осмотра, как утверждается, трупа Успанова. За кадром неизвестный заявляет, что на теле имеется след от удушения, а силовики якобы намерены представить его смерть как самоубийство. Подтверждения информации канала о пытках в других источниках нет. Спустя несколько дней уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Салтаев со ссылкой на так называемую официальную версию правоохранителей заявил, что причиной смерти Успанова в отделе полиции Москвы было самоубийство. Салтаев добавил, что, по словам родственников, тот был задержан за несколько часов до теракта в концертном зале. Почему задержанный решил, как утверждается, совершить суицид, и как он это сделал, находясь в полиции, Салтаев не уточнил. Это первое признание властями гибели Асхаба Успанова в полиции в Москве. Некая официальная версия правоохранителей, на которую ссылается уполномоченный по правам человека в Чечне, не была опубликована. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с исчезновением Седы Сулеймановой. Больше полугода назад ее похитили чеченские силовики и вывезли в Грозный. Как указано в ответе от ведомства, который получили правозащитники кризисной группы СК СОС, дело возбуждено по факту безвестного исчезновения. Другие подробности в следкоме не привели. Ранее правозащитники получали лишь отписки на свои обращения относительно судьбы Сулеймановой. Напомним, Седа Сулейманова бежала из семьи, опасаясь убийства по мотивам чести. В конце августа девушку вместе с ее партнером забрали из квартиры в Санкт-Петербурге четверо мужчин. Двое из них представились сотрудниками полиции, еще двое были чеченцами в штатском. Жениха девушки отпустили, а ее саму задержали по подозрению в краже украшений на 150 тысяч рублей. Ценности у Сулеймановой не нашли, кому они якобы принадлежали, неизвестно. Правозащитники полагают, что дело о краже было сфабриковано. Это распространенная схема для вывоза уроженцев Чечни в республику по мотивам традиций. С момента похищения Сулеймановой прошло более полугода. Правозащитники получили информацию от источников о возможном убийстве девушки. Правозащитники команды против пыток подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Они требуют признать власти России ответственными за убийство и неэффективное расследование о смерти похищенного чеченскими силовиками Салмана Типсуркаева, модератора чата оппозиционного телеграм-канала АДАТ. Пока это уголовное дело расследуется по статье о похищении человека. При этом российское следствие не установило связи между похищением Типсуркаева и его безвестным отсутствием на протяжении более чем трех лет. Напомним, Салмана Типсуркаева 6 сентября 2020 года в Геленджике похитили люди, которые представились сотрудниками МВД. Позднее родственники смогли отследить местоположение его телефона. Его обнаружили на территории полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмада Кадырова в Грозном. В 2021 году Европейский суд по правам человека признал Россию ответственной за похищение активиста, установив, что Типсуркаева незаконно похитила группа из трех-пяти человек в черной форме чеченской полиции на черных автомобилях Toyota Corolla с чеченскими регистрационными номерами. Скачивайте приложение «Кавказ.реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. На этой неделе несколько новостей касались решений судов по делам, связанных с продолжающейся полномасштабной войной в Украине. В Адыгее суд утвердил наказание подростку по делу о госизмене. 18-летний Кевин Лик, гражданин России и Германии, получил 4 года колонии. Верховный суд Республики исключил из наказания срок ограничения свободы после освобождения. Согласно материалам дела, Лик обвиняется в помощи иностранному государству, Германии, в деятельности, цитата, «направленной против безопасности Российской Федерации». Заседание по апелляции прошло в закрытом формате, передает телеграм-канал Soto Vision. Доводы сторон защиты и обвинения были засекречены. В ближайшее время Лик будет этапирован в колонию общего режима. По данным BBC, на момент возбуждения уголовного дела подросток учился в девятом классе. По сообщению суда, уже тогда он якобы фотографировал место дислокации войсковой части. Что именно мог фотографировать в городе подросток из сообщения о вынесенном приговоре неясно. Адреса и фотографии войсковых частей в Майкопе есть в открытом доступе в интернете, пишет русская служба BBC. Другая новость. Суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданку Украины Маргариту Харенко к 20 годам колонии. Ее обвинили в шпионаже и терроризме. Другого фигуранта этого дела, Сергея Авраменко, также гражданина Украины, осудили на 16 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. По версии обвинения, Харенко и Авраменко в 2022 году входили в некое неназванное террористическое сообщество, созданное сотрудником Службы безопасности Украины, и собирали, цитата, «сведения в отношении лица, которые считали военнослужащим российских вооруженных сил». Об этом сообщает российская генпрокуратура. В декабре 2022 года неустановленные лица, якобы используя эти сведения, в Мелитополе подорвали военный автомобиль. Потерпевший получил тяжелые повреждения. По данным Украинского центра защиты прав человека Змина, Харенко, жительница Мелитополя, фармацевт, прихожанка Баптистской церкви и участница благотворительной украинской волонтерской службы. Ее задержали в январе 2023 года. Причастность к приписываемым ей деяниям Харенко категорически отрицает. На этом у меня все. Вы слушали 178-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалия». Подпишитесь на нас в Ютубе, Телеграме и других социальных сетях. Это для нас очень важно. С вами была Катя Филиппович. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».